Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моих каналов. Вашему вниманию предлагаю к обзору одну из книг большой серии издательства Феникс. Это издательство Ростова-на-Дону. Исторические силуэты серия называется, хотя на обложке указано след в истории. И больше эту серию знают читатели как серию след в истории. Хотя в выходных данных в первые годы было заявлено, что это исторические силуэты. Из этой серии я в сегодня короткий обзор даю только вот одной книге. Это автор Леонид Сухов, Понтий Пилат. Это прокуратор приказа, согласие которого был распят Иисус Христос. В данной серии, коротко, серия выходит, давайте ее все-таки именовать, как чаще всего ее называют, след в истории. Но подразумеваем, что это исторические силуэты. Серия выходит с 1996 года. Первоначально издавалась только издательством Феникс. Затем к партнерству по изданию этой серии присоединились такие издания, как издательство Фолио, издательство Зевс. Иногда Фолио выпускало отдельно, вот томики такие, но чаще всего в выходных данных указывалось сразу два или три издательства, скажем, Феникс, Фолио, Зевс. Итак, данная книга Понтия Пилата, она вышла в 1997 году. Ну, на ряду из 116, коротко, что еще вошло в эту серию. Такие биографии или такие следы исторические силуэты персональные, как Моисей, как Че Гевара, как Царь Соломон, Вашингтон, Ришелье, Гитлер, Спиноза, адмирал Канариус, Петр I, Екатерина Медичи, Пикассо, протопопа Вакум, адмирал Колчак, Брежнев, Ломоносов, Тимур Завоеватель и так далее. То есть, 116 даже на сегодня, возможно, и больше уже вышло. На 2020 год я вот даю, что их 116. Ну и 116 всегда больше всего их указывается в комплектах, которые предлагает на сегодня Озон, или уже эти комплекты распроданы. Вот один из комплектов, который сейчас выставлен на Озоне, 95 книг, продается за 170 тысяч 880 рублей. Ну, чаще всего, конечно, они 100-116 и стоимость комплекта от 170 тысяч до 273. Вот такие я встречал. Чаще всего 200 тысяч указывается. Комплект еще один продавался на Озоне 95 штук за 200 тысяч 834 рубля. То есть, томик примерно ориентировочно 210 рублей. И надо сказать, что указывается на Озоне, что такой комплект приобрели 124 человека. Конечно, для России это небольшое количество, но тем не менее, учитывая то, что тиражи вот этих томиков, они предельно маленькие. От трех до десяти тысяч. Вот в Понтия Пилата, вот такой книжке, она вышла тиражом всего 5000 экземпляров. Ну, сами понимаете, что для России 5000 экземпляров, это капля в море. Что характерно для этих изданий, это небольшой объем. Кажется, книжка толстая, а печатных листов здесь совершенно немного. Вот указано 510 страниц. Но шрифт здесь очень крупный и межстрочное расстояние тоже, ну, буквально как для первоклассок, для чтения. Читается она очень быстро, в лед, можно сказать. Те, кто обладают методикой скоростного чтения, безусловно, могут проглотить вот такую книжку буквально за 2-2,5 часа. Я книжки читаю быстро, ну, за 3 часа я ее прочитываю, такую книжку прочитываю в лед, как говорится. Ну, для того, чтобы удержать в памяти такой большой объем, естественно, необходимо читать вдумчиво. А для вдумчивого чтения примерно на 50, а то и на 100% необходимо времени затратить больше. Стало быть, для чтения такой книги надо потратить 4-5 часов, и все будет хорошо. То есть и сюжетная линия будет сохранена, и основные биографические пункты мы сохраним в памяти. Книга состоит из 9 частей и предисловия. Предисловие небольшое, всего 1-10 страниц, 10,5 страниц. И начинается с детства Понтия Пилата. Вот, и заканчивается, заканчивается коридорами власти и эпилогом. Вот такая интересная книжка о Понтии Пилате. Спасибо за внимание.